Где находится этот маяк и как он называется? Находится на острове Крит, Греция, маяк Ханьо. А этот? А этот тоже греческий маяк, называется Турлитис. Таких открыток у Натальи Залогиной больше полутора тысяч. Ей приходят письма из Германии, Китая, Индии, Канады, Италии и всех регионов России. Почтовый ящик пополняется каждый день. Пост-кроссингом она увлекается с февраля 2017-го. Собирает изображение маяков. Это вот открытка 3D. Если поворачивать ее, то будет появляться еще один маячок. А это открытка из Германии. Она с янтарем в окошке. У меня вот такой даже нет. И вообще у коллекционеров таких не встречала. Алена Родионова болеет другой темой. Ее интересует космос. За три года обменялась открытками с людьми из 23 стран. Но больше всего любит советскую карточку с изображением Юрия Гагарина. Каждый пост-кроссер хочет удивить адресата. Приклеивает на открытки необычные художественные марки. А иногда отправляет и подарки покрупнее. Сделали мне такой подарок. Прислали посылку ценную. Когда я вскрыла ее, я обнаружила в посылке автограф нашего крымского космонавта Антона Николаевича Шкаплера. А началось все с филокартии. Много лет Алена собирает редкие открытки советского художника Гундобина. И дореволюционные с изображением Крыма. Одной из самых ценных больше века. Это дореволюционная открытка. Майдарские ворота сейчас немного по-другому выглядят. Окна этого уже нет. Здесь даже видно, что люди еще на лошадях передвигались. Больше 200 стран и 250 тысяч участников по всему миру. Пост-кроссинг. Возможность путешествовать, не выходя из дома. Особой популярностью это увлечение пользуется в США, Китае и России. У посткроссеров есть свой официальный сайт. Достаточно просто зарегистрироваться. После регистрации дается возможность каждому участнику отправить первых пять открыток. Здесь есть кнопочки. Отправить открытку выпадает совершенно случайный адрес. То есть это может быть адрес в любой точке мира. Увлечение не только для заядлых коллекционеров, еще и для тех, кто интересуется историей, культурой разных стран и ищет новые знакомства. Больше того, неплохая возможность изучать иностранные языки. Чтобы поучаствовать в обмене, нужны только открытка и марка. Их можно купить в любом почтовом отделении или заказать в интернете. Заполняем, указываем ID-номер, по которому адресат сможет подтвердить получение. Опускаем в почтовый ящик и ждем, когда ваш адрес появится в базе данных. Каждый раз, заглядывая в почтовый ящик, посткроссер не знает, откуда ждать сюрприз. И хотя наш полуостров находится под санкциями в Крым, беспрепятственно приходят письма из Америки, Японии, Великобритании и других заморских стран. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова